Помощь России позволяет десяткам тысяч христиан оставаться в Алеппо. Об этом на встрече с российскими парламентариями в Сирии заявил патриарх Антиохийский всего Востока Иоанн X. Предстоятель отметил, что существование христиан в Сирии очень важный вопрос. Они благодарны тем, кто молится о мире на Ближнем Востоке и тем, кто оказывает непосредственную материальную помощь. В Польше общественный резонанс вызвал благотворительный концерт по сбору помощи детям Сирии, состоявшийся в Королевском замке Варшавы. Королевский замок Варшавы – символическое место польской столицы, связанное с именами многих королей Речи Посполитой, из коронации императора Николая I на царство польское. Именно здесь состоялся благотворительный концерт, вырученное средство от которого пошли в помощь детям Сирии. На концерт пришли православные верующие и духовенство польской православной церкви, а также представители дипкорпуса местных властей – простые варшавяне. Билеты у нас быстро разошлись, многим должны были отказать, так как количество мест в залах Королевского замка ограничено. Поэтому следующее собрание будем планировать в более просторном месте, где сможем радоваться и Пасхе Христовой, и собрать необходимые средства на цель, которые перед собой ставим, и затем переслать их на счета Антиохийского патриархата. Поскольку благотворительная акция проходила еще в конце января, в Королевском замке состоялся калядный концерт. Пять хоровых и один семейный коллектив из самой Варшавы и Подлясе продемонстрировали богатую восточнославянскую традицию рождественского калядования. Также на вечере звучали песнопения на сербском и, конечно, на родном языке сирийских христиан – арабском. Восточнославянские каляды могут прозвучать в таком важном для поляков месте – в Королевском замке, который фактически тоже был возрожден, отстроен. Это своего рода символ единства польского народа с народом сирийским, переживающим разруху по прошествии 70 лет после таких событий у нас. Необходимо помогать. Мы не знаем, что такое война. У нас не было такого опыта. К счастью, не знаем его. И дай бог, у нас не будет такого горького опыта. Эти люди в очень тяжелой ситуации, особенно дети. И поэтому мы бы хотели внести свой вклад, пусть и маленький, но вклад. Ни один человек не может быть равнодушным по отношению к тому, что происходит там, в Сирии, так как это прежде всего христианская страна, христиане составляет 25% от 20 миллионов жителей. Это достаточно большое количество. Сейчас все изменилось, поскольку страдают прежде всего христиане из-за войны, потому что их в первую очередь убивают, мучают. И каждый, кто говорит о себе как о верующем человеке, ученике Христа, чаде Божьем, не может равнодушно относиться к той трагедии, которая там происходит. Предстоятель Польской Православной Церкви отметил, что первые ноябрьские и нынешние концерты в рамках благотворительной акции по сбору помощи дятям Сирии состоялись благодаря инициативе новопредставленного отца Николая Ленчевского, настоятеля прихода храма Иоанна Лесточника на воле в Варшаве. Я хочу поблагодарить прежде всего объединение верной традиции поколений при варшавском приходе на воле за продолжение этого благого дела, за помощь для многострадальной сирийской земли, для земли, на которой родилось христианство, где мы впервые получили имя христиан, земли великих святых, земли Иоанна Златоуста, чью литургию мы совершаем. Несколько месяцев назад прибыл к нам патриарх этой многострадальной земли, патриарх антиохийский Иоанн X. Он пребывал среди нас, представил нам актуальную ситуацию, трагическую ситуацию. Мы вместе молились, и состоялось духовное общение между тем страждущим народом и нашим народом.